Азербайджанский законник родился в 1971 году в Шамхуре, за 400 километров от Баку. Большую часть своей криминальной карьеры он сделал у себя на родине, в Азербайджане. Даже в 90-е, когда все толпой ехали покорять Москву или захватывать Краснодарский край, он остался и присоединился к группировке Балагардаша-Дадашева, разбойничающей на своих землях. Они убивали, похищали, грабили, совершали разбойные нападения. От возмездия со стороны правоохранительных органов Алиев успешно скрывался. В 2004-м его внесли в списки международного розыска. Скрываясь от правосудия, Юсиф все-таки перебрался в Москву и вступил в клан Аслана Усаяна. Его коронация состоялась в 2008 году одновременно с Сергеем Асатряном и еще восемью стремящимися. На сходке по этому поводу присутствовал и сам дед Хасан, и Вячеслав Иваньков, а также Вася Воскрес, Вагон, Пичука и другие именитые хасановские законники. После коронации Алиева назначили куратором Покровской плодо-овощной базы и рынка зелени, через которые проходили огромные финансовые потоки. Одна фура могла принести авторитету до 150 тысяч рублей дохода, а каждый день через этот рынок могло пройти до двух сотен таких машин. Это был очень выгодный объект, за который желали побороться многие преступные группировки. В 2009-м Юсиф попал в поле зрения силовиков. Его задержали и выяснили, что он является лицом, который разыскивают азербайджанские силовики. Однако нависшая над ним угроза депортации внезапно рассеялась, не иначе, как благодаря связям с чиновниками и крупным взятком. Алиев остался в Российской Федерации и продолжил свою криминальную деятельность. В том же 2009-м на рынок и базу стал претендовать Равшан Ленкаранский. Он стал активно наступать и теснить Хасановских, включая Алиева. Правда, в 2010-м из-за тюремного срока ему пришлось взять паузу. А после смерти Аслана Усаяна в 2013-м Юсиф испугался выдачи Азербайджану и предпочел скрыться. В настоящий момент он все еще находится в розыске.